Для нас небытие представляет собой нечто, чего мы боимся, этого беспорядка, нарушения всех правил. Одна из вещей, что мы люди делаем, это контролируем наше окружение, и мы контролируем его посредством внесения нашего порядка во все вокруг, выясняя, как все работает. И ноль представляет собой, в неком смысле, ничто, небытие. Это возвращение к отсутствию законов, к первичному супу, без правил. К примеру, если взглянуть в Библию, в еврейскую Библию, на миф творения. Это ветхие заведли христиан, окей? Чтобы вы поняли. Продолжайте. Творение произошло из ничего. Если прочесть об этом в Ветхом Завете, там сказано, мир, земля была бесформенной, хаотичной и пустой. Отнюдь не совпадение, что хаос и пустота объединены здесь, поскольку пустота представляет собой отсутствие законов, нарушение всех правил. И как может что-то, являющееся ничем, иметь какие-либо закономерности, определяющие, что это, как оно работает, как ведет себя? И нарушение этих правил сделало его пугающим. Но первичный хаос не был ничем. Он был беспорядочным чем-то. Я имею в виду у древних евреев... Давайте послушаем Джима. ...у древних греков в действительности не было концепции абсолютного небытия. Они считали, что все началось из хаоса. В хаос был внесен порядок, и хаос стал космосом. Но только с христианством, мне кажется, идея творения Экс Нигелла вошла в состав этой формулы. Творение из ничего. Да, поскольку идея была, что Бог был столь могущественен, был всемогущ, ему не требовалось какого-либо предшествующего материала, чтобы создать этот мир. Вообще, об этом впервые говорится не у греков, а в Ригведе. Все было создано не из ничего, а из какого-то первичного вещества. Часто из воды, во многих мифах творения. Но все же из некого первичного вещества, в противоположность полному ничто, о котором буду говорить я. Но древнееврейский термин для этого в Библии поразителен. Тоху-Боху, которое... На самом деле, Тоху означает хаос. Что значит Боху? Боху, в общем, очень сложное слово в древнееврейском, поскольку оно встречается, кажется, всего три раза в Библии, и считается, что оно означает пустоту. В полном смысле этого слова. Я имею в виду, это могло быть не совсем тем, что мы... Поскольку сегодня, используя слово хаос, мы не имеем в виду места, где ничего не происходит. Мы имеем в виду место, где многое происходит просто беспорядочным образом. То есть, современное значение слова хаос не соответствует ничто. Я бы сказал так. Но ведь в этом-то все и дело, как я думаю, что идея ничто изменялась со времен этих смутных, неопределенных понятий. И это хорошо, это не так уж плохо, это называется познанием. Что ж, как бы то ни было, но в Ветхом Завете, как мы предполагаем, вне зависимости была там... Мы говорим, что пустота и хаос предшествовало формированию Вселенной, или это просто молодая Вселенная, так описанная в Библии? Что ж, это, в общем, весьма неопределенно, поскольку, если взглянуть, скажем, на Септуагинту, одну из версий Библии, в ней содержатся намеки на идею, что было предыдущее творение, и что творение произошло из ничего, из хаоса предыдущего творения. Но в Библии, которой пользуемся мы, в Пятикнижии, употребление там прошедшего времени предполагает, что это первое творение из ничего. Так что, Джим, когда философы начали спорить на эту тему? В общем, это начал Лейбниц в 17 веке. Он был первым мыслителем, задавшим вопрос, почему существует что-то вместо ничего. И в качестве ничто он имел в виду состояние, при котором существование отсутствует совсем. Нет никаких существ, нет хаоса, нет пространства, нет времени, абсолютное небытие. Это очень сложно себе вообразить. Если попытаться стереть все содержимое своего сознания, или попытаться представить, как все составляющие Вселенной медленно исчезают, агаснут звезды, и исчезают атомы, исчезает жизнь, исчезает время и пространство. Что интересно, сын Сэмюэла Тейлора Коллериджа, Хартли Коллеридж, еще ребенком, столкнулся с такой же интеллектуальной проблемой. И он сказал, что представил себе, как это все исчезает. Вся трава и все звезды и люди, и не осталось ничего, кроме тьмы и холода, и ничего, от чему быть темным и холодным. То есть, это лучшее, что ты можешь сделать. И даже когда ты пытаешься достичь состояния небытия в своем воображении, там остается тонкий просвет твоего сознания, заглядывающего под эту дверь. Субтитры создавал DimaTorzok